ремонтанты на 1 октября я сейчас хочу показать в какой стадии находится ягода на это время это сорт молоденький black jam ему простительно конечно потому что он еще не показывает нужные сроки из-за своего развития небольшого то есть одна летка это не показатель конечно тем не менее вот ягода уже все больше зреть не будет это сорт про mark travel и вот еще сколько зеленой ягоды здесь пожалуйста сколько зеленой ягоды очень мало без тепличных условий очень мало он отдал даже на побегах первого порядка этот сорт практически не отдал полностью урожай ну будем смотреть еще в следующем сезоне на него такой же ряд наверное будет тут идти под реконструкцию смотрю на россияннике сорта бесшипные которые все-таки в преимуществе в агротехнике так как конечно меньше занимают времени особенно если это площадя у котов где у людей там по гитару едва то без работников но это опять же если нанимать работников им надо платить а так в принципе если небольшие участки если работать самому то это очень затруднительно будет потому что куманники требует очень много времени на подвязку там пригибку побеговость это для укрытия идет поэтому я смотрю как бы на россияннике которые все-таки очень просты в агротехнике и так вот праймарк тревеллер все отдача очень небольшая была там несколько ягод по большому счету а так сорт позднее чем freedom идет и без теплицы без каких-то укрытий этот сорт конечно в открытом груди не годится а это тут еще так как кусты помоложе вот еще осталось ягодка freedom а ну она уже тоже не дозреет я за по моим наблюдениям температура для полноценного сахар накопления должна не опускаться ниже 20 градусов если уже 15 градусов ночной температуры а дневные все-таки там могут быть плюс 25 ежевика уже не набирает ни аромат не сахар в должной мере наверно предел 20 градусов не ниже ниже ночная температура не при не переведет к должному результату и ягода будет без аромата без должного сахар накопления пока преимуществе freedom так как он сам ранний из я скажу чтобы джем пока еще не могу определить насколько он будет раньше или позже freedom а а так freedom получается отдает ягоду в основном это конец августа начало сентября вот пик плодоношения то помог конец августа на границе с сентябрем где-то так в это время freedom и сахар хорошо на набирает и идет массовое созревание на побегах первого порядка 2 порядка побег естественно нет ни смысла оставлять их можно или удалять я сейчас говорю за открытый грунт а в теплицах конечно их нужно подвязывать там или смотря какая агротехника и они еще отдадут урожай вот так выглядят ремонтанты на сегодняшний день отдача получается самая продуктивная будет отдача у freedom а так как он успевает отдать урожай на первых на побега первого порядка про mark traveler не отдает даже на полноценную я году на побегах первого порядка по крайней мере у меня в моих условиях при моем климате на моем участке и так далее ну а блэк джем будем смотреть как будет следующий раз пока freedom преимуществе в открытом грунте для посадки на позднее созревание у меня самый взрослый курс где-то по моему около пяти лет ему он сразу отдает я году раньше так как у ремонтантов созревание будет раньше у тех которых которых возраст куста старше чем старше кустим раньше он будет созревать чем моложе тем позже будет созревать ягода поэтому пятилетний возраст это уже можно сказать пол жизни куста и в принципе уже можно какой-то делать основательный вывод так вкратце рассказал о состоянии созревания ягоды на 1 октября ну а высаживать или нет в открытом грунте это уже решать каждому садоводу по своим каким-то критериям выбора и так далее в общем как-то так